Продолжение следует... Тихо! Фонарь зажги. Пытаюсь, он не зажигается. Еб, ты ж купил его сегодня. Он должен работать. Он продается с батарейками? Ты не купил батареек? Я купил все, что ты мне сказал. Перчатки, нож, карманный фонарь. Извини, но батарейки там не были указаны. Да, идиот, зачем мне указать, что надо купить батарейки? Это все равно, что просить купить машину с колесами. Ой, ты тогда просто положи эту зажигалку на стол. Так, вот оно. Сейчас я найду адрес дома, который мы будем грабить. Так. Ага, вот. Продолжение следует... Жонт, постой! Какого черта? Что ты где... Какого черта? Придурока, бежим! Нет, подожди, я еще... Сейчас, подожди. Что у вас там случилось? Там, блин, пожар. Валим отсюда. Так, парни, давайте за мной. Парни, постойте, пожалуйста. Ну что, совсем хватку терял? Стоять! Валим! Продолжение следует... Твою мать! Ты... Ты узнал адрес? Офигеть! Парни, спокойно, смотрите. Как мы ограбим босса криминальной банды, если мы не смогли просто украсть пару документов из хранилища? Джонни, спокойно, ты вымещаешь свой гнев на нас, этого не нужно делать. Так, ты узнал, где живет этот босс? Да, брос 30-40... 48. Хорошо, и что теперь? Так, нам для дела нужна машина, и ты, Руди, ее найдешь. Да, без проблем. Еще нужен напарник, который будет защищать нас, я этим займусь. Джонни, скажи, чем я могу вам помочь? Так, Марти, а ты, Марти, давай соберешься вещи, а завтра ночью мы уже заберемся в дом босса Камински и заберем все драгоценности и идей. Только, парни, давайте без наркотиков и выпивки, а то получится как всегда. Ой, Руди, ты и трезвый можешь все испортить. Ну все, пора уходить. У нас все получится, ведь мы команда. Редактор субтитров А.Семкин Быстрее, давай мне все свои деньги! Это все, что было в кассе. Открывай сейф, давай, давай! Я не знаю, кот от сейфа, не стреляйте, прошу! Ты хочешь сказать, что у тебя в магазине было всего 30 долларов? Моя тачка! Твоя тачка! Где, мать вашу, моя тачка? Она только что была здесь! Правда? Я ж, бля, не в курсе! Ну привет, Джон! Шрам, здравствуй! Давно откинулся? Уже два месяца. Кого убить? Да никого, нам просто нужна будет помощь твоя. Привет, я Марти, как тебя зовут? Шрам? Шрам не называет своего имени. Эм, ну хорошо. Почему он называет себя в третьем лице? Хочешь узнать? Спроси его сам об этом. Серьезно, а еще приметней машину не мог найти? Вы посмотрите! Она охренительна! Где ты ее достал вообще? Да ты посмотри, посмотри! Это просто супер тачка! Ах, ладно. Марти, ты все вещи собрал? Да, все хорошо, Джонни. Так, ладно, парни, у нас осталось совсем мало времени, так что нужно все чатательно спланировать. Пора потрудиться, мы справимся. Эй, парень, меня Родич зовут, а тебя? Шрам. А как твое настоящее имя? Фух, ладно, парни, обратного пути у нас уже нет. Все пройдет быстро, я уже чувствую запах денег. Все все взяли? Да, Джонни, я проследил за этим. Ну все, пора. Я найду этих уродов, а я заберу свою тачку. Вот только где их искать? Не знаю, брат, не знаю. Фух, ну все, это будет не так сложно. Сейчас дома никого нет, так что остается незаметно пробраться и сделать дело. Действуем по плану, строго по плану, поняли? Хорошо, машину я оставлю здесь. Марти, Шрам, вы готовы? Я готов. Да. Давайте пошли. Джонни, давай я. Девочки, ну попробуй. Да идиот, что ты делаешь? Иди вон к Марти. Он с другого входа пошел. Так, готово. Все нормально? Ух. Эй, Руди, будь аккуратнее, твой неосорожность может помешать делу. Пойдем уже, аккуратный. Как у вас, все в порядке? Да, сигнализация отключена. А неплохой такой дом для бандитов. Странноват как-то. Так, теперь надо найти его кабинет. Он на втором этаже. Этот камень Ing prepare. Он на втором этаже. Может, заберём эту вазу? Руди, не тропай. Блин, ты придурок. Я тебе чё говорил? Не дурак эту чёртову вазу! Спокойно, Джон. Контролируй свой гнев. Это не приведёт ни к чему хорошему. Вы кто ещё такие? Бери его! Редактор субтитров А.Сёмкин